Субтитры делал DimaTorzok Не торопись, подробно все вырисовывай Вот тенистый цвет, мы знаем, что это синька Понашвырял бы, понашвырял Понашвырял бы вот этого Аж вот так Аж вот так Чтобы и густота краски создала Вот эти настроения воды Давай немножко покидаем Покидаем свет Зачистим территорию Возьмем красницу Красница Помнишь такое понятие, как свет из-под теневой Раз и свет Вот этими ломками Рублено Начинаешь нагнетать свет Ты видишь, если надо, подрезаешь Нагнетаешь Нагнетаешь Если надо, подрезаешь И на это место укладываешь Да? Вот оно Вот оно Я его не знаю Мне кажется, что здесь Это состояние меньше Как-то Проберционально Ну, прибавишь Ага, прибавить Вот Сначала белый кинешь Белый-белый-белый-белый Потом чуть подрозовило Чуть подречневило Начинаешь подкладывать На синьку На синьку Смотри, как прозрачно сразу тень Правда? Вот оно какая Их благородие Цвет Правда? Вот он Их благородие Чуть его же подбелило С розовинкой Вот они Рублено Рублено Вот они наши Рублености Ты понимаешь? Угу А вот туда За деревья Здесь же тоже Получается По этой же схеме То есть Так же Закладывать Угу Письмо Чуть успокаивай Дальнее Не надо Чтоб они Такими Крикухами Были Цельнее Цельнее А заодно Тут же Сразу Подсовывай Вот эти Дны Дно Чтоб они Не висели Странно Да Вот эти Темно Тут же Будешь Подсунуть И сразу С ними Становится Кое-что По-понятнее Как-то Как-то много краски Ты кладешь Ты как бы Кладешь Сверху На темный А потом Еще Кладешь И здесь Уже Ничего Нельзя Положить Крайне Крайне Количество Краски Которая Можно Было Бы Задействовать А лучше Иметь Сначала Подкладочное Состояние То есть Не бомбить Сразу Всей Густотой Смотри Смотри Какая Мера На нее Можно положить Еще А вот На то Что ты Положил Ничего Не положишь Логично Потом Вот смотри Там Почти Трафаретное Звучание Свет Тень А у тебя Что это За одинокие Звуки Смотри Здесь Теневая Внятная Теневая А здесь Внятная Освещенность Минимум Разделена Вот так Посмотри Какая Сразу Логика Правда Ну Правда Только Я этого Не вижу Как Не видишь Не видишь Тональную Разницу Когда Вы мне Показываете Я вижу Здесь Я тоже Я же Обращаю Твое Внимание На то Что Свет Тень Здесь Принципиальное Звучание Имеет Свет Тень Вот В другом Месте Она может Не иметь Такого Звучания А здесь Яркий Свет Внятная Тень Есть Очень Заметная Разница Между Ними Вот Эту Заметную Разницу Надо Обязательно Показать То есть Когда Мы Видим Свет Тень Внятный Мы Это Должны Показать В первую Очередь Ну и Направление Движения Камня Туда Его Кинуло Мазок А там Стекающий Характер Правда Ну Правда Правда И Смотри Я Берегусь Слишком Густого Решения Берегусь У меня Еще Остается В запасе И Здесь И Здесь Чтобы Положить Сверху Еще Гуще Ладно Давай Так А я Его Вижу Смотри Как Я Его Вижу Аж Вот Таким Цельным Свет Цельным Тень Теперь Ты Тоже Так Видишь Да Смотри Как Внятно Это Разница Там Из-за Того Что Рублями Характер Я Там Все Пыталась Маленькими Этими Делать Вот Эту Внятную Разницу Везде 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 Хорошо Тебя Не Обостренный Он Скучный Никакущий Он Не Имел Вот Этой Остроты Сейчас Положу Вот Этой Остроты Он Не Имел Посмотри Как Сразу Пространство Создалось Правда Итак Свет Из-под Теневой Наш Большой Друг Не просто Друг А большой Друг Ладно Никогда Не Не Пропускаем Возможность Из-под Теневой Тюкнуть Свет Это же тоже Из-под Теневой Смотри Вот Ну мы же Его как-то Обозначили Уже Хотя бы Чуть И вот Когда появился Этот свет Из-под Теневой Оно Сразу Вышло Сюда Так Вот эти Вот Световые Не Не Видны Они Все-таки Нарублены Вот Такими Вот Такими Смотри Внятно Свет Внятно Остатки В остатках Теневые Есть Там такое Да Есть То есть Они у тебя Пока еще Не видны Грань Вот эту Тоже Почему бы Ее Не обострить Когда она Там Остра Смотри Как сразу Там Тень Тот Свет Из-под Теневой Дерево Из-под Теневой Камня Посмотри Камень Сразу Вышел Резких Контрастов А они Получаются Резкие Контрасты Не нужны В других Местах Вот Здесь Они Не нужны Но Из-под Теневой Сразу Начинаем Бомбить Светом Например Еще Вот у нас Такое Есть место Вот здесь Теневая Камня А из-под А из-под Световой Лоскут И опять Заслоненность Одного Другим Ну Ну Здесь Ну Здесь нет Из-под Теневой Ну Просто Свет И тень И вот А этот Заслонил Тот Тот Заслонил Тот И по По мере Заслонения Там-сям подкладывать. Краснотики. Раздавлено. Не бомбим густотой. Хотелось сосну спросить, как оно пишется, потому что я говорю, попыталась, но ничего не получилось. Там сиреневый, внятно звучит. Есть он там, сиреневый. И красноты. Сиреневый, темный сиреневый. Чуть-то разбили. И вот эти оранжевости. Начинаем насаждать. Ты видишь, как я по-легкому поправил, да? Потом на то место просто подсунуть цвет тени. Наполняем содержанием. Вот все-таки ты не рисуешь цвет тени. Ты срисовываешь отдельные пятны. Достаточно лаконичное, не очень агрессивное пятно. В нем столько там всего. Довольно простое теневое пятно. Принципиальность цвета и тени стала уходить из золотых. Ты понимаешь, они должны на фоне, вернее, раз они уже часть светлого пятна, они должны быть тонально несколько другими, чем теневое. Этот трафарет все время куда-то исчезает. Трафаретность различия света и тени должна быть все время здесь. Трафаретность размышляет. Причем, смотри, вот тенистая часть, она смотрит в этом направлении, вот в этом направлении. Камень смотрит в этом направлении. Есть такое, да? То есть тенистая часть смотрит в этом направлении. Есть такое? Светлая смотрит в этом направлении. Тенистая смотрит в этом направлении. Светлая смотрит в этом направлении. Вот именно вот так. А светлистая ее перерубает. Тоже в этом есть логика. И здесь подобным же образом. То есть светлистая стекает здесь, тенистая упирается. Желательно это везде показать. Тенистая упирается. Светлистая лежит. Да? Хорошая здесь в цвете. Смотри, какая четкая разница между теневым пятном и световым. нету. Хоть там и не вполне световое, но все-таки там прямо аж грань голубого. То есть это рефлексы неба на камне. А здесь рефлексы неба не достали. Смотри. Прямо внятная грань. И плюс вот эти яркости солнечные. Граузы. Такой ничь. Такой грань. Смотри. Белый. Я не знаю. Ударь. 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 Очерченность очень выразительная камня. Так, ну немножко переувлеклась вот этими бороздами, но пока в принципе где-то может быть чуть-чуть все-таки сбить вот в такое состояние. Переувлеклась. Пусть там будет и вот этот можжевельниковый мотив. Тряпочкой возьмешь и вот эту зелень, голубой-желтый, плюс коричневый, можно даже и плюс краснота. Чуть в направлении... То есть поскольку это иглы, то некоторый характер чирка. Одна... В одном направлении чирка чуть-чуть. То с краснотой синька, то с коричневизной, то плюс немножко желтоты. Накидаешь, накидаешь. Тому деревцу тоже дашь содержание. Дашь содержание. А потом между деревцами, между этими иглами, это очень художники любят, живопись любит вот это состояние вещей. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот эти окошечки. Потом чуть-чуть, чуть-чуть нарежешь вот этих просветов. Это всегда очень здорово звучит. Вот эти просветы. Как бусинки. Хорошо? То крупные, то мелкие. То крупные, то мелкие. Вот этот ствол надо уже? Да, да, давай. Давай его сюда. Спасибо. Смотрим, как это должно быть. Голубенький, а не беленький. И не зелененький. Голубенький. Слишком бело. Мало того, еще и зеленый зачерпнуло, и стало зелено. А там все-таки, внятно голубенький. И не напрасно он там. Это он дает ощущение, что это далеко. А так такое ощущение, что то ли яблоки висят, то ли еще что-то. Ты понимаешь, согласно? И они кучно, кучно. Ну вообще там какие-то морепухи вот такие. Это очень художественный трюк. И всегда, когда есть такая возможность, создаем эти орнаменты. Потому что выглядят они, конечно, орнаменты. Правда? То есть не белый. И неравномерно. Еще вечером я ей позвоню. Попозже. Игорь, спасибо большое. Ага. Ага. Приходи. Не забирайте собирать корчевы. Всем спасибо. Хорошо. То, что у меня здесь зеленое, то сейчас тоже его исправить? Конечно, конечно. вот что там делает этот белый что о чем он говорит он не говорит о том что там вода не говорит правда вот так говорит что вода мало того он еще разбеленный как как зелень много зелень разбеленная есть ощущение что это свет на но свет там другом там свет смуглый он как бы в контражуре он в тени он вот такой вот такой там свет и желтый и белизной солнечный что-нибудь более игривое лучше игривое а не такое а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Синий. Да, но мне кажется, что его надо меньше, меньше. А это у меня вообще бредно по-сторонним с тем, как здесь. Но боюсь. Так, желтенький сейчас. Смотрите продолжение. Спасибо большое. Ага, до свидания. Счастливенько, приходи. Праздник именно солнечного света. До свидания всем. До свидания. Солнечного света. Когда солнце, тогда и палец, и ушко на свет, и даже дерево кажутся аж прозрачными. Ну, кроме чернялых деревьев, они, конечно, не имеют в себе этой красноты. Но иногда художники туда послывают. Солнце. Это солнце. Можно еще придут? Да. Просто говоря, подносится. Это жаржалка. Пока болела, вообще не так. Я ждусь. Слушайте, как красиво. Я бы, правда, никогда сама не подумала, что такой цвет можно не взять. Березу просто дала, и все. Да, не знаю. Подчленивых будет у нас там еще богаче. Можно чуть придавить красочку, чтобы она не выглядела лесом. Витровой выглядела именно подводно. Вода же она глянцевая. Да? Угу. Так. Вот, вот, каменокочка пусть отделится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...